Это будет стол для снимков. Там уже установлена стойка снимков. То есть детям будут снимки делать и стоя, и лёжая. Новый цифровой рентгенаппарат ещё только монтируют в детской пятой поликлинике. Но врач-рентгенолог уже пошагово изучает новую технику. Признаётся, за 30 лет работы привыкла к плёнке. Но пора перестраиваться. Мы делали снимки на плёночку. У нас проявочная машина была, фотолаборатория. Процесс затягивался. Были некоторые нюансы в подборке режимов съёмки и качества снимков. Сейчас у нас плёночных снимков не будет. Новый аппарат позволит сделать любое количество снимков высокого качества. Плюс он цифровой. Изображения не будут тускнеть или царапаться, как на старых рентген-плёнках. Кроме того, увеличится и скорость обслуживания маленьких пациентов, уверены детские врачи. В год мы, как правило, проводим более 5000 снимков. Это разные патологии обследуются. И костно-мышечные системы, и лёгкие. Поэтому на сегодняшний день востребованность, конечно, она есть. И она намного будет, конечно, данное оборудование будет более информативно для наших пациентов. В Удмуртии работа по техническому перевооружению детских поликлиник и больниц сегодня активно реализуется в рамках национального проекта здравоохранения, который инициировал президент страны Владимир Путин. Всего в этом году медучреждения получат 14 новых цифровых рентген-аппаратов. Для установки тяжёлой медтехники ремонтируют кабинеты, переобучают врачей. Это полностью цифровое оборудование, которое позволит нам их включить в центральный архив медицинских изображений и видеть снимки, которые снимаются в любом месте республики. Самое главное, что врач будет видеть у себя на приёме в компьютере снимок сам. Не только описание, а ещё и снимок. Иногда важно, особенно в хирургических специальностях, видеть именно само изображение, потому что нюансы есть всегда. Сразу после сборки и получения санэпидзаключений новые аппараты начнут работать. Процесс подготовки планируют завершить до конца этого года. Елена Абуковская, Андрей Буцыгин. Новости.